всем привет вы на канале автоджим сегодня у нас новое видео сегодня нас речь зайдет о нашем ржавом кузове нашей девятки дело в том что 9 месяц назад я рассказывал вам вот про эту арку да и про ту арку тоже рассказывал в каком они состоянии как я с ними буду как я буду их ремонтировать и еще у нас когда я снимал вот этот подкрылок у нас появился один небольшой сюрприз про которую я вам не стала рассказывать сказал что позже скажу вот у нас значит такое здесь отверстие в этом месте у нас значит металл сгнил причем сгнил очень жестко это на самом большое гнилое отверстие в этом автомобиле значит что мы делаем сейчас сейчас значит мы домкратим наш автомобиль снимаем колесо снимаем стойку стойку откручиваем наш при помощи вот такого накидного ключа на 17 при помощи вот такого ключа на 6 значит вырезаем здесь такой кусок нами этот металла гнилого вырежем потом значит накладываем за новое железо металли 1 миллиметрового будет на железо а варим все это полуавтоматом защищаем все грунтуем красим и все по новой собираем все погнали прямо за мечту и провожать не стой с выводами пакете не нуждаю жалости путает порой то деньги то любовь но над этой пропастью тукой успеваю тормозить жизнь такая брат все хотят как фильма все хотят одну и самому как на месте устоять с опасной чтоб не сбили сну но знаешь что за то как кайфово через время позади оглянуться и понять что ты до сих пор не свернул с пути прямо за мечту проложать не стоит тукой выводами тормозить не нуждаю жалости ухтает порой то деньги то любовь но над этой пропастью только успеваю тормозить ну вот значит вот такое у нас отверстие добавок еще и вот здесь у нас отверстие теперь образовалась такие куски ржавчины внутри здесь ничего не лениву это Второй раз дают, так идут, выручают металл. По сути металл вообще консервировал. Да, не знаю, вот такие идут. Зачистили, значит, всё мы возле сварных швов. Следующим этапом у нас сейчас будет нанесение кислотного грунта, акрилового грунта и битумно-антигравинной мастикой. Значит, в первую очередь у нас всегда наносится вот этот кислотный грунт. Он наносится уже на подготовленный металл. Представляет собой смесь фосфорной кислоты и цинка. Значит, сохнет он у нас примерно 15 минут. После него уже будем наносить уже акриловый грунт. И уже пойдёт потом битумно-антигравинная мастика. Вот бывает, видишь человека, Походка ровный, взгляд уверенный, Даже завидёшь как-то. А он в самом деле, внутри он мечется с угла в угол, Места себе найти не может. И только прибивает его туда, где есть хоть какая-то выгода. А тебя, бывает, в жизни так швыряют По разные стороны. То в гору, то в яму, То вообще нахрен назад он бросит. Со стороны всем кажется, вот бедолага. А в душе-то у тебя всё на месте. И путь твой ровнее ровного. Прямо за мечтой Провожать не стоит. Слывы над мир тормози. Не нуждаю жалости. Путы порой. Да деньги стою в бой. Но надо ты пропасёт. Только я успеваю тормозить. Вот, значит, такой у нас конечный результат. Отверстий всё. Больше отверстий нет. Значит, шва царки тоже практически, в принципе, не видно. Ну так, чуть-чуть заметен, но не так сильно. Значит, что касается вот этих арок. Хотел я их, значит, делать полиэфирное смоло стекловолокно. Но сейчас вот сижу, думаю, думаю, короче, наверное, проще, наверное, я лучше вырежу отсюда этот старый кусок арки. Так же и на той стороне. И куплю ремкомплект и заварю всё, наверное, новыми этими ремкомплектами арок. Ну и вот у нас получился такой небольшой видосик. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.